Рада приветствовать вас на своем канале! В сегодняшнем видео мы с вами сделаем краткий обзор пряжи фирмы Гималая, серия называется Комбо. Здесь в 100 граммах 40 метров, то есть достаточно толстенькая пряжа. В состав входит полшестяной пряжи 50% шерсти и 50% дролона, то есть синтетические волокна. У меня цвет, как вы видите, бордовый, поэтому камера немножечко непослушно себя ведет, извините за качество. Вот, сегодня мы поговорим о пряже. Я уже начала из нее вязать шапочку и связала один моточек. Мне понравилась пряжа в работе, она не скользкая. На протяжении всего вязания была ровная скрутка от начала до конца мотка. Не было производственных браков, каких-то различных узелков, сужений и утолщений пряжи. Пряжа равномерная, состоит из трех волокон, которые между собой скручены. В принципе, пряжа достаточно бюджетная и подходит для вязания вот таких вот крупных аксессуаров или аксессуаров крупной вязкой. Сейчас набирает популярность мериносовые различные шапочки. Я не очень люблю, скажем, чистый меринос, потому что он очень непрактичный в носке. Вот, здесь же я всегда ищу компромиссы такой вот толстенькой пряжи для замены мериноса. Здесь пряжа, как вы видите, 40 метров, всего лишь хватило на пол шапочки. То есть, я присоединила второй моточек для того, чтобы связать полную высоту шапочки с отворотом. Рекомендованный номер спиц данной пряжи производителем номер 12. С них я и начала вязание резиночки 1х1. В принципе, данной пряжей можно использовать до номера 15. Более получится такое вот пышное вязание. Если брать свыше номера 15 спицы, то есть толще, то получится слишком рыхлое вязание. Вот, здесь петельки, как вы видите, ложатся достаточно ровно и равномерно, красиво. Вот, пряжа, в принципе, достойная. Я ее использую для вязания шапочки. Также порекомендовала бы использовать для вязания пледов, каких-то ковриков. Для тех, кто что вяжет полушерстяной пряжей. Вот, из данной пряжи свитера с нуды это получатся очень такие вот тяжелые, грубые. Вот, то есть, именно они получатся теплые, но очень такие вот плотные. Поэтому я бы не рекомендовала вам использовать данную пряжу для свитеров или каких-то аксессуаров, кроме шапочек. Вот, в принципе, она такая более, скажем, для декора подходит. Вот. Пряжа своих, скажем, средств стоит. Она практичная, она равномерной скрутки. По своим тактильным ощущениям она немножечко колкая. То есть, для тех, кто вязал ланой голд турецкой, в принципе, она похожа. То есть, как и любая полушерстяная пряжа, она колкая. И, обратите внимание, пряжа не полированная. Вот. То есть, она имеет вот такие вот ворсиночки. Как вот обычная, скажем, пряжа полушерстяная. Поэтому, смотрите сами, судите сами. Каких-то особых, скажем, нюансов я не могу вам сказать по ней. То есть, как она, скажем, смотря, что вы хотите из нее связать. В принципе, это обычная полушерстяная пряжа. Равномерной скрутки и толстенькая. Вот. Тут уже вы экспериментируете и смотрите сами. Единственное, что я порекомендую, это, как и прежде, пряжа для ручного вязания требует изделия и ручной стирки. Не выше 30 градусов, для того, чтобы изделие не потянулось, не село. И чтобы окрас не поменялся, и она не линяла ни на какие вещи. Так как у меня бордовый темный цвет, то я уверена, что при, скажем, температуре выше 30 градусов, по-любому вода окрасится. Я рекомендую стирать в прохладной водичке до 30 градусов максимум. И сушить изделие при горизонтальном, скажем, положении. То есть, на горизонтальной поверхности распрямлено, как вы хотите, чтобы выглядело ваше изделие в итоге. Вот. И все, в принципе, оно не деформируется и будет служить вам долго. И будет тепленько и практично. Кто что вязал из данной пряжи, обязательно поделитесь в комментариях. Я учту ваши, скажем, пожелания. Возможно, вы что-то хотите связать из данной пряжи. Либо же посоветуйте мне что-то связать из данной пряжи еще, помимо шапочки. И, конечно же, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Будет много чего нового и интересного. Не забывайте нажать на колокольчик под видео, для того, чтобы получать оповещения о новых видео, которые выходят на моем канале. Ровных петелек вам. Хорошего настроения. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова